Без опозданий, с военной точностью они собираются в фойе концертного зала. Ветераны, офицеры, солдаты и кадеты – самые настоящие защитники Отечества. Пришли не все, многие на боевом посту. Служить родине они готовы и в праздники, и в выходные, и даже когда уходят на пенсию. Общаться с журналистами на камеру герои России не привыкли. Кавалер четырех орденов мужества, военный летчик Андрей Воловиков, коротко заверяет, даже будучи в запасе, в любой момент пойдет на защиту интересов родной страны. Да, конечно, мы первые пойдем. Нас таких много. На старших товарищей с восхищением смотрят те, кто только начинает этот путь. Курсанты военных училищ и кадеты с любопытством расспрашивают о боевых подвигах бывалых офицеров. Но проявить героизм и не растерять мужество важно даже в мирное время. Патриот своей страны, тот горожанин, готовый помочь другому, товарищу своему, простому гражданину. Мало ли кому-то. Сейчас мало кто место уступит, а военный он должен всегда уступать. Защитник Отечества он не только в военное время, но и в мирное защищает. В числе приглашенных на праздник много женщин. Тех, кто не раз доказывал, они не слабый пол. Вера Федоровна Лапшина во время Великой Отечественной на фронт ушла не раздумывая. Тогда хрупкая девушка, лейтенант, медицинская служба прямо под огнем помогла восстановить радиосвязь между бронепоездом и пулеметным расчетом. Россия никогда не была побежденной. Она всегда побеждала. И даже в настоящее время у нас очень хорошая молодежь, и она готова защищать свою родину. Все молодежь, не только мужчины, а и девушки, готова защищать свою родину. Наша страна – страна победителей. Обратится Вениамин Кондратьев к собравшимся уже во время официальной части. Отвага, честь, достоинство и беззаветная любовь к своей родине – то, что всегда отличало русскую армию. День защитника Отечества. Жители нашего края всегда отвечают с особой торжественностью и теплотой. Он связывает все поколения защитников нашей родины. Он связывает воедино все боевые победы нашей страны. Он напоминает о силе духа, о самопожертвовании нашего народа. Народа, который всегда хранил, хранит и будет хранить и защищать Россию. За мирное небо наши солдаты и офицеры готовы отдавать свои жизни. Сегодня их вспоминают поименно. Командир легендарной Кореновской 393-й авиабазы Рафигать Хабибуллин и летчик Евгений Долгин погибли во время боевого задания. Летом прошлого года их вертолет в районе Пальмир избили террористы. Подвиг пилотов достойный вечной памяти. Престиж российской армии растет с каждым годом. И это самая лучшая гарантия мирного неба над головой. Наша армия и флот снова стали легендарными. Их мощь, сила становится признана во всем мире. И никто сегодня не может в этом уже сомневаться. У могущества и несокрушимости вооруженных сил нашей страны. Укрепляя экономику, сохраняя стабильность в нашем регионе, в нашем крае, мы вносим свой вклад в сохранение и укрепление России. Это наш долг, прямой долг перед будущими поколениями. В этом зале, для того, чтобы отметить праздник, собрались вместе от рядового до генерала армии. Вот такой союз говорит о монолитности нашего общества, о монолитности армии, об уважении со стороны населения нашей армии. Мы всегда гордились людьми в военной форме. И уверен, многие поколения России будут гордиться. Потому что вы надежда, опора нашего государства. Военные части на Кубани считаются одними из лучших. Службу в крае несут десятки тысяч офицеров и солдат. Это десантники, спецназовцы, бойцы Новороссийской морской авиабазы и ракетчики. Сегодня они главные герои праздника. «Мы будем верою и правдой служить России!» Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Краснодар.